Убираем капусту на хранение. Как правильно определить сроки уборки? Единой даты уборки капусты вам не назовет ни один огородник. Срок уборки зависит не только от климатической зоны, но и от особенностей прошедшего лета. В прохладное дождливое лето капуста созревает раньше, а в сухую жаркую погоду, как в этом сезоне, почины формируются позднее. Время уборки к тому же зависит и от сорта капусты и ее сроков созревания. Сейчас подошло время уборки средних и поздних сортов. Если не вовремя убрать капусту, то ухудшится не только ее качество, но и сохранность. Чтобы не потерять урожай, подготовить капусту к длительному хранению нужно не затягивать с уборкой. Хоть первые заморозки капусты не страшны, но чем дольше кочаны будут находиться на морозе, тем хуже они будут храниться. Торопиться с уборкой тоже не стоит. Листья у незрелой капусты будут вянуть и урожая также не сохранится. Так когда же, спросите вы, все-таки убирать капусту? То, что кочан поспел, определить несложно по внешнему виду. Оцените размер и плотность кочана. Они должны соответствовать сорту. И если на макушке образовалось светлое блестящее пятно, или она стала желтой и сухой, приступаем к уборке. Убирая капусту, необходимо обращаться с урожаем крайне аккуратно. Следите, чтобы капуста не ударялась о твердые предметы. Тем более, ее нельзя бросать и допускать контакта с землей. Если уборка выпала на дождливую погоду, капусту перед закладкой на хранение необходимо хорошо просушить. А если погода солнечная, не оставляйте длительное время кочаны на солнце. Они быстро рянут и теряют влагу, что сокращает их лёжкость. Собирая урожай капусты, важно определиться, что вы планируете с ним делать. Хранить или заквашивать? Капусту для заготовок подрубаем под кочан. В таком виде ее можно хранить некоторое время до момента использования. Кочан для зимнего хранения желательно вырвать вместе с корнем, при этом чуть-чуть его подрезав. Или же сохранить кочерыжку и пару листьев, обрезая лишь внешние листья. Если вы будете хранить капусту в пищевой пленке, то заворачивайте только хорошо просушенные вилки, иначе от влаги начнут гнить. Я же храню вилки в сетках или подвешиваю их в темном подвале за корень по чарыжку. При этом сохраняется приток воздуха и ограничивается прикасание вилков друг к другу или к другой поверхности. Капуста прекрасно хранится до весны. Учитывая все то, что я вам рассказала, решайте сами, пришло время уборки вашей капусты или еще нет. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.